Видеокурс как эффективно работать на мешках. Узнай убойные комбинации, улучши свою физуху бойца, а также узнай как можно развивать бойцовский IQ. Ссылка в описании под видео. Привет бойцы, с вами проект Муэйтай Сикея, я Варченко Виталий. Сегодня хочу вам показать один из боев из разряда кто круче. Как заявляют организаторы, это бой между представителем кунг-фу, вот он на ваших экранах, стиль богомола, судя по движениям, и представителем капуэйры. Как мы видим, конфуист из Японии, а представитель капуэйры у нас бразилец. То есть из родного слоя, скажем так, из родной страны капуэйры. Вот он у нас, танцы капуэйры, пара на вэй, все эти дела, все помнят классный фильм. Итак, прежде всего хочу сказать, что такие поединки, конечно, японцы любят, устраивают всякие фрик-шоу и все остальное. Но сколько их не было, сколько я им их не показывал, все они как один заканчиваются или каким-то боксерским ударом, или каким-то добиванием на земле. Поэтому, чем это все дело у нас обернется, мы сейчас посмотрим. Но, надеюсь, мы увидим действительно кунг-фу, хоть стойку кунг-фу или хоть какие-то удары, а не просто какой-то дикий махач уличного направления. Итак, бойцы на старте, и судья дал старт. Первый раунд. Ну, стойкая у кунг-фуиста, я бы сказал, какая-то боксерская. Представитель капуэйры дал хороший удар ногой, а потом, непонятно почему, побежал в прыжке и нарвался на левый джеб. Опять боксерский. Ну, вот это уже, конечно, элементы капуэйры. Хайкик с опором на руку. Потом, раскрутка с опорой на руку. Запишем один балл представителю капуэйры. Попытка хайкика, но японец схватил ногу, перевел это все дело в партер. Здесь попытки добивания. Конечно, от японца кунг-фу не видно и близко. Никаких движений, никаких ударов, похожих на кунг-фу. Пару раз он выбросил два прямых. С партера поднимают, и правильно. В партере дают 5-10 секунд, я так понимаю, по правилам. Снова стоит лоу-кик. Ну, это удар ногой. Ну, представитель Японии больше двигается, как какой-то, даже не знаю, какой-то каратист, наверное. Ну, вот снова пару прямых от представителя капуэйры и толчок с ринга. Я так понял, капуэйрист понял, что крутить раскрутки это красиво, но неэффективно. И решил просто зарядить 3 прямых. Два с которых дошло до цели. А дальше уже затолкал. Снова стойка. Попытка хайкика. Удар фронта. Вот колено хорошо прошло. У бразильца опять колено. Ну, опять-таки, колено больше, я бы сказал, пришло из тайского. Почти работа в клинче. Он здесь умел работать в клинче. Ну, и здесь добивание уже, обычное уличное добивание. Ну, вот конец боя. В принципе, то, о чем следовало подтвердить. То, о чем я вам говорил в начале. Махали, крутили ногами. Конфуист вообще непонятно, что делал. Стоял в стойке. И все, по сути, закончилось двумя прямыми. И два удара коленом из тайского бокса. И добиванием уличным на земле. Поэтому, как бы, мое мнение такое, что незачем заниматься тем. Для красоты, скажем так. Если ты все равно в реальном поединке, в реальном бою, все дело заканчиваешь боксерскими прямыми. Или коленями из муай-тай. Поэтому, занимайтесь ударными, реальными, боевыми единоборствами. А не танцами и показухой. Подписывайся на канал. Ставь лайк. До встречи в новых видео уроках. Новых видео обзорах. Забирай видеокурсы в описании под видео. Забирай видеокурсы в описании под видео.